26 лёгкий военно-транспортный самолёт предназначен для перевозки и десантирования вещей состава десанта до 3-х 30 человек. Привозку грузов до 5,5 тонн также самолёт используется для обучения лётчиков и штурманов. Где ваша состоит из 6 человек, взлётный вес 24 тонны, максимальная дальность полёта 2,5 тысячи километров. Итак, приветствую лётчика! Здорово-зависимый господин Госсов Сергей, выпускник Ламбовского училища 1998 года. Ну и не потерялся ребёнок Данила Бакаев. Папа стоит здесь на сцене. Просьба. Дедушка стоит на сцене. Данила Бакаев, Данила Бакаев, подойдите, пожалуйста, сюда, к сцене. Здесь стоит ваш дедушка и ждёт вас на торпении. Так, на горизонте мы видим следующий корабль, металл 12, трехмоторный военно-транспортный самолет. Тоже будет выбран по ходу высоте 200 метров скорости 45 км в час. Элленд самолет предназначен для десантирования парашютным посадочным способом боевой техники и различных грузов весом до 25 тонн. Ваши стоят из 7 человек, взлетный вес 61 тонна, максимальная давность полета 5,5 тысяч километров. Пилотирует командир витсунистов, летчик первого класса, подполковник Олег Авдеев, выпускник Тамбовского вау 1921 года. И Ваши аварийские медлены! Следующий за пролетевшим сейчас над аэродромом Ангвинация пролет будет выполнять пара самолетов Ту-134 УБФ. Нужно на высоте 200 метров отставить пара. Паролет до пары выполняет проход на 300 метров скорости 400 км в час. Первая дистанция между самолетами 60 метров, создан в 1981 году конструкторским бюро Туполева на базе серийного самолета Ту-134А. Предназначен для обучения курсантов, летчиков и штурманов. Обеспечивает обучение деменеги-милонерное самолетовое оборудование к уродилам и футболам, поскольку сложные деньги в условиях тем и ночи. И Ваши аплодисменты! Ту-134УБЛ пилотирует ведущий командир эскадрилья летчик-инструктор 1-го класса подполковник Сергей Холок, выпускник Тамбовского вовла 98-го года и ведомый, завеститель командир эскадрилья летчик-инструктор 1-го класса майор Алексей Лобунов. Первая комбинация является главной ударной силой ВКС, функциональной составляющей стратегических ядерных сил России и стратегическим резервом Верховного главного командования. Одной из основных задач является поражение военных объектов противника на расстоянии нескольких тысяч километров от мест базирования, а также ведение оперативной стратегической воздушной разведки. Итак, дорогие друзья, открывает финальную часть воздушного показа самолет-заправщик ИН-78, фотографирует российскую массу по-настоящему дальней, высота полета 150 метров, скорость 550 км в час, за штурмалом самолет-инструктор 78, командир корабля, военный летчик 1-го класса майор Евгений Ходос, выпускник Положевского вау. Современно-заправщик и стратегическое параллозе, трудник вас оказывает. Абонирский танкер, командиры, военный летчик 1-го класса майор Евгений Ходос, выпускник Краснодарского вау 2004 года. Выведели танкер Е-78, оборудованный специальными цистернами для дозаправки топливом Волёд от Туни у нас Т5, выходит у вас специальное устройство для проведения заправки Вот так просто, кто заправку Туни у Т5 А на подходе, дальний свитровой сверхзвуковой радионосец, бомбардировщик с изменяемой геометрией крыла Ту-22М3 На вооружении с 1987-го года, сочетавшийся трёх человек, взрывный вес 12 тонны Дальность полёта 8000 километров, может брать на борт более 25 тонн бомб на трёх полотных руках Именно эти машины являются самыми массовыми ракетоносцами, бомбардировщиками дальней авиации России способны нести высокоточное оружие Пилотирует самолёт ведущий, командир корабля, заместитель командира эстрады Литцентра боевого применения, в первую очередь, лётного состава дальней авиации Базирующего в городе Низайн Военный лётчик первого класса, майор Михаил Попов Выпустит Томбовского в ООО, 1997-го года Страковой ракетоносит Ту-160 «Белый лебедь» Помахивая крыльями, «Белый лебедь» проплывает на авиабазу «Томбово» и «Надо вами» А это Макина, Макинский Вместе 75 тонн весит и машет крыльями Как правило, «Белый лебедь» Самолёт пилотирует военный лётчик второго класса, майор Сергей Кузнецов Выпустит, опять же, Томбовского в ООО, 1999-го года